Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джерми, и я вернулся обратно в Дубай. До этого был в Нью-Йорке и Майами, а жил раньше в Чили, но больше не живу. Сейчас я в Дубае, и я люблю его. И также я делаю видео в Инстаграме. Буквально каждый день делаю небольшие сторис о том, где я нахожусь. Так что, если заинтересованы в моей личной жизни, присоединяйтесь ко мне в Инстаграме. Там много веселого. Так что, если у вас есть Инстаграм, присоединяйтесь ко мне. Спасибо всем за просмотр. Поговорим сегодня про новости. Некоторые новости сегодня будут про то, что принятие биткоина у нас происходит прямо на глазах. Снова и снова. И мы поговорим про ключевые вещи, которые происходят сейчас. С банками и прочее. Поскольку сейчас разные компании и банки инвестируют в биткоин, а также в другие криптовалюты. И это замечательно. Также мы поговорим сегодня про правительство. О том, что они неуместны и не очень важны. Особенно учитывая то, что они голосуют против инноваций, которые предоставляет биткоин. Эх, что ж. У них просто не получится остановить биткоин. Они никогда его не остановят. И мы поговорим сегодня, почему у них это не получится. И также про новости. И про статьи, которые показывают, почему у них не получится остановить биткоин. Почему он прорвется через любые регуляции от правительства, которые выходят сейчас. Я очень рад сегодняшнему шоу и надеюсь, вы тоже. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте видео. И, конечно, делитесь видео, чтобы новости доходили до всех. Чтобы все могли посмотреть. Потому что очень важно, чтобы люди узнали, что такое биткоин. И насколько он на данный момент важен. Окей, что ж. Сейчас начнем наше шоу. Но перед этим хотел рассказать вам о том, как это шоу записывается. О том, что мы прямо сейчас на стриме делаем это все перед лайв-аудиторией. Люди смотрят это прямо сейчас. И, конечно, я отвечу на все вопросы, которые будет задавать мне аудитория. Если вы тоже в этом заинтересованы. Если тоже хотите присоединиться к нам прямо в лайве, можете сделать это. Присоединившись к DaVinciJ15.com. И, конечно, также вы получите доступ ко всем моим трейдам. И также ко всем трейдам, которые делает Ли. Кстати, насчет этих трейдов. Давайте-ка посмотрим на один такой. Вау, просто посмотрите на этот трейд. Он говорил про этот коин. И посмотрите, он уже сделал прибыль. Аж в 31%. И, возможно, даже 34%. Если вы смогли забрать здесь прибыль. А прогнозирует он 91% прибыль на этом трейде. И также есть еще один трейд. Уже в паре BNB-USD. Как видите, мы уже сделали прибыль в 12%. Примерно. И да, кажется, прогнозирует он 23% и 38%. Так что, да, получаются примерно такие проценты. Также, у нас есть еще один, здоровый, который уже прошел. Одна из целей была в 37% прибыли. А собирались дойти до 63%. Так что, надеюсь, некоторые из вас, ребята, зашли с нами на этот трейд. И сделали какое-то количество прибыли. Окей, что ж, обо всем этом поговорили. Давайте двигаться дальше. Перейдем на криптобабблс. Потому что о них я обожаю говорить. Посмотрите, один, два, три, четыре, пять коинов. Которые удвоились. И дали вам удвоение на цене биткоина. И да, этим мы и занимаемся. Я уже много раз говорил про стратегию маленькой пожилой леди. И вы можете изучить ее, перейдя на сайт davinci-codes.net slash videos. Там я показываю, как получить прибыль. Извиняюсь, не залогинился в этот раз. Но там есть видео, которое показывает, как получать прибыль, используя эту стратегию. И все, что мне нужно от вас, это ваш имейл. И вы сможете изучать, как использовать стратегию маленькой пожилой леди. Чтобы сделать много денег. Как и многие другие люди до этого. Так что присоединяйтесь к этим людям. Ладно, перейдем к новостям. Топовые банки инвестируют в крипто и блокчейн компании. Среди лучших 100 банков, 55 инвестировали в компании, работающие в сфере криптовалюты и в блокчейна. Напрямую или же через субсидии. Помните, что эта информация недоступна для обычных людей. Они получат эту новость, только если вы поделитесь с ними этим видео. Только так. Вот что происходит. Банки покупают криптовалюту, чтобы потом продавать обычным людям, которые получают новости с ТВ. Хорошо, ребята, вы сказали оставаться дома, я останусь. Вы говорите носить маску, я ношу маску. Вы сказали привиться, я привился. Что ж. Когда они скажут им покупать крипто, они пойдут и купят крипто. Так что помогите им. Помогите им купить криптовалюту до того, как те ребята им продадут ее. До этого. Это им действительно поможет. Вы сделаете доброе дело. Я знаю, что будет сложно и вообще не самый простой путь. Но просто старайтесь по максимуму. Мы здесь для того, чтобы больше людей полюбило все это движение, связанное с биткоином. Мы видим, как биткоин становится деньгами с течением времени. И он станет деньгами. А так как он станет деньгами, он будет стоить намного больше. И вы видите на этом графике, что чистый перерост биткоина организации достиг исторического рекорда. В истории никогда не наблюдалось такого стремительного увеличения числа активных участников в рамках одной недели. Вот сейчас наблюдается. Вот оно. Они покупают до начала массовых покупок. И они уже купили на цене в 30 тысяч где-то. Кажется, что это последний ФОМО-период в розничной сфере. Люди пытаются войти, так как цена растет. Но вам нужно убедить вашу семью, друзей и других присоединиться перед тем, как те ребята начнут продавать криптовалюту. А этот момент близится. Многие люди обращаются к финансовым консультантам за советом. И это нормально. Кстати, это не финансовый совет. Но мне бы хотелось кое-что отметить на этот счет. Как понять, что у вас плохой финансовый консультант? Думаю, сейчас уже все должно быть понятно. Поскольку все эти корпорации покупают биткоин, Если ваш финансовый консультант не рекомендует купить хотя бы чуть-чуть биткоина в ваш портфель, то у вас не лучший финансовый консультант. Не знаю. Французский управляющий фондом собирается запустить первый узаконенный в ЕС ETF с акциями биткоина. Ну вот же. Вот оно, доказательство. Еще не слишком поздно, чтобы рассказать вашей семье и друзьям про биткоин. Потому что момент близится. ETF появляются. И мне кажется, что когда ETF дойдут до США, то это, скорее всего, будет очень классно. Скорее всего. Поживем, увидим. Но... Об этом мы поговорим позднее. Когда получим больше данных про ETF. Какие-нибудь намеки того, что они собираются делать. В общем, да. Посмотрим. Вероятно, мы станем свидетелями интересного движения. Ну, в общем. Расскажу вам историю. Да. Знаете, мне не стоит прямо сейчас переходить на нее, но я должен. Когда появились ETF серебром, когда они появились онлайн, это сильно подняло цену серебра. И вы знаете, Уоррен Баффет, который закупился серебром на дне, а закупился он крупно, сдался именно тогда, когда появились ETF. За то же самое количество серебра. Интересно. Ох, Господи Иисусе. Так что всегда ожидайте, что произойдет что-то эдакое. Что-нибудь такое неожиданное. Так что да, мы с вами будем следить за всем этим. Я уж точно буду поглядывать и ждать. С биткоином финансовая грамотность людей повысится. Божечки-кошечки, это абсолютная правда. Я встретил кое-кого на самолете сегодня. А, нет, скорее прошлой ночью. Он пилот. Если быть точнее, бывший пилот. Мы говорили с ним о многих вещах, и я рассказал ему про биткоин. И что интересно, он хотел узнать намного больше. Конечно, ему это нужно. Он никогда не учил ничего про деньги. Он изучил немного Федеральный резерв, у него был проект, в котором надо было узнать, чем занимается Федеральный резерв. И ему пришлось идти в архивы, чтобы найти информацию. И он удивился, зачем это делать. Интернет же есть. Он начал понимать, что что-то здесь не так. Я думаю, что люди погрузятся в изучение денег, чтобы узнать, как они работают. Потому что, когда ты начинаешь изучать, как работает финансовая система, ты понимаешь, что это просто нечестно, и что ее нужно все менять. И это правда. Если вы не понимаете, как работают деньги, давайте я объясню. Я расскажу простыми словами. Если у меня есть печатная машинка, и я на острове с вами, вы рыбак, а еще со строителем. И вы обращаетесь ко мне. Привет, хочу купить дом у этого строителя. Ты же печатаешь деньги. Я отвечаю, не волнуйся, у меня тут кнопка, которая создает деньги. Я нажимаю ее, буб, создать деньги. И вот я занимаю вам 100 долларов, которые только что создал. Отдаю вам, а вы можете отдать через месяц и купить дом сейчас. А вот я создал 100 долларов, отдал вам, а в итоге вам нужно заплатить 110 в следующем месяце. А сколько денег на острове? Правильно, только 100 долларов. А как же вам получить 110, если только 100 есть на острове? О, правильно. Кто-то должен занять их у меня. И в итоге я получаю рабов бесплатно. Навсегда. Да. Вот такая у нас система. Ладно, давайте прочитаем этот отрывок. Биткоин вызовет взрыв финансовой грамотности, точно так же, как печатный станок вызвал рост начитанности в 15 веке. Было невозможно посчитать уровень грамотности до изобретения передвижного печатного станка. Но мы знаем, что на данный момент грамотность составляет более 95% во многих странах. Я могу предположить, уровень грамотности до 1400 года. До того, как Гутенберг предложил печатать. Она была меньше процента. Почему? Потому что только знаете, люди при церкви имели доступ к книгам. А это менее 1% от всего населения. Это просто. Но затем грамотными стали многие. Думаете, знать и правительство этого хотели? Думаете, они думали? Ну, думаю, хорошо бы вот все обучались. Вот классно будет, да? Эээ, да, давайте книги в массы вперёд! Да-эээ! Эээ, нет. Они и так не думали. Но правительство же было всемогущее, поэтому они смогли уничтожить все книги и все печатные станки. Именно поэтому... А, стоп. У нас сейчас книг нет? Да нет, книги-то есть. Так что все, кто говорят вам, что правительство остановит биткоин, просто летают в облаках. Здесь просто нечего останавливать. В случае с книгами и машинами, можно было найти, сломать и сжечь. Попробуйте так же сделать с биткоином. Ну, серьезно. Как вы это сделаете? Божечки-кошечки. Понюхать нельзя, попробовать на вкус нельзя, они даже узнать не могут, есть ли он у меня. Это лучшая вещь. О, блин. Окей, что ж, идем дальше. Новый законопроект в Украине, разрешающий платежи в криптовалюте. Это официальная информация. Знаете, неважно, разрешают ли правительство или нет, усложняют ли людям жизнь, это не имеет значения. Это пустой звук. Это совершенно пустой звук. Это изобретение будет идти дальше и без них. Оно будет существовать в их странах и за их пределами. От этого не убежать. Единственное, что они могут сделать, это замедлить процесс. Но если они это делают, то вредят только себе. И они уже вредят сами себе при нынешней системе. Потому что она уже умирает. Многие люди жалуются. Говорят, вот законопроект, посмотрите. На этот законопроект про налоги на крипто будут голосовать во вторник. Но я не буду тратить время на обсуждение. Это трата времени, потому что, скорее всего, законопроект примут. Ну, потому что, знаете, правительству нравится расходовать налоги. Да. Ну, в общем-то, вот в чём суть. Вообще не важно, что они делают. Они могут вообще что захотят. В итоге они проиграют, и точка. Точно так же, как и в прошлом, когда они пытались уничтожить книги и печатный станок. Это просто бесполезно. Они только навредят себе больше в будущем. Вот и всё. Они дают лишь нескольким людям преимущество. Правительство просто ужасно. Люди во главе всего этого просто кошмарны. Знаете, на этом моменте хочется перейти на скрижали Джорджии. Много кто про них не знает. Эти скрижали – просто худшая вещь, сделанная кем-то неизвестным. Просто почитайте про это. Это очень жутко. Не буду много рассказывать, просто скажу, что кто-то должен это разрушить. Вот эти вот камни. Серьёзно. И знаете, хочу тоже сделать свои скрижали когда-нибудь. Напишу на них. Никогда не позволяйте правительству создать центральный банк. И печатать деньги. Точка. Никогда не позволяйте. Никогда и ни за что. Окей, на этой ноте давайте закончим. Спасибо за просмотр. Помните, что биткоин реален останется с нами, поэтому вам нужно быть его частью. До скорого. До скорого. Продолжение следует...